Убийство отверткой. Сегодня ночью четверо неизвестных проникли в магазин в центре города и расправились с владельцем торговой точки с помощью отвертки. Преступникам удалось скрыться. На месте происшествия работают сотрудники полиции. О случившемся подробнее Миром Гуслакимбаева. Супруга погибшего в шоке. В то, что ее мужа убили, она до сих пор поверить не может. Курмаш Мирзабеков, хозяин магазина, в эту ночь, как обычно, вышел на дежурство. Под утро семье сообщили, в магазине произошло преступление. К слову, на бизнесмены и раньше покушались. Как отмечает сын погибшего Гани, несколько недель назад кто-то пытался ограбить магазин. Тогда его отцу удалось спугнуть преступников, чудом сохранив себе жизнь. Родственники подозревают, что здесь орудуют одни и те же люди. Раскрыть преступление полиция не спешит. Между непосредственным ограблением и данным случаем, примерно неделю назад, отец увидел подростков, которые пытались вломиться через форточку. Отец находился внутри, он сторожил. И после того, как увидел их, вернее, после того, как попытался им помешать, они убежали. И отец смог их так разглядеть. Невнятно, конечно. К месту преступления не пройти. Вокруг оцепления съемочную группу телеканала «Первый Карагандинский» полицейские выгнали. Супруга не выходила из машины. Первое время Кадиша Бухарбаева отказывалась от комментариев. Спустя пару минут женщина все-таки решилась высказаться. Первое, что я хочу сказать, за что милиция получает деньги? За что? Это не первый случай. Тысячи таких случаев. За что они деньги получают? Каким-то подросткам мы даем возможность вот такие дела делать. Не даем ход другим людям. Это что такое? Чем они вообще там занимаются? Сидеть в конторах, только чай распивать? В прошлый раз был звонок. После этого никаких исследований здесь не вели. Не допрашивали. Вот так вот. Вот они и обнаглели. Они пришли второй раз, они пришли третий раз, убили. Они ни перед чем не остановятся. Убитая горем женщина свои эмоции сдерживать не стала. Пусть милиция работает, чтобы мы видели, что они работают. Они вот так вот сидели, чай распивают. Как не поедешь, так чай распивают. Свидетели уверяют, убийц было четверо. Все в масках, на руках перчатки. Судя по всему, злоумышленники заранее планировали расправиться с владельцем магазина. Ну, хорошо было. Ну, не поймали вроде бы. А этот раз опять вот эти вот видели жители, что три или четыре в масках, перчатках. А одного видели, как он кинул в окно кирпич. Родные убитого боятся, что и в этот раз правоохранительные органы останутся равнодушными к случившемуся. А чем виноват тот человек, который занимается делами? Чем виноват этот человек? Тем, чтобы его убили и похоронили? И чтобы он ничего не увидел? А они будут видеть дальше? Я требую, чтобы их поймали и на заточение, на всю жизнь я буду сама за этим следить. Вот лично сама я буду бить их до последнего. Пусть они меня убьют, если раз такое дело. И моя цель, чтобы это все решилось и на полпути никак не останавливалось, чтобы... Основная цель – добиться справедливости, чтобы люди были наказаны, те, кто это совершил. На месте, где произошло жестокое убийство, сейчас работает следственная группа. Карагандинские стражи порядка уже ищут преступников. Миром Гусел Кимбаев, Атулигин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.